Прикрываясь газовиками и работниками социальных служб, полицейские предупреждают, этот способ мошенничества сейчас один из самых популярных. Газовое оборудование проверяется регулярно и замаскироваться мошенникам труда не составляет. Они даже осматривают плиты и колонки, просят зажечь газ, сделать пену, проверить тягу и уходят. Но вместе с деньгами и ценными вещами. Айрат Назипов узнал, как ценности оказываются у мошенников и как отличить их от настоящих сотрудников газовых и социальных служб. У нас, например, утечка газа зарегистрирована у вас, или необходимо проверить газовое оборудование. С этими фразами зачастую многие мошенники под видом работников газовых служб проникают в квартиры, как правило, пожилых татарстанцев. Дальнейшие варианты разные. Они могут сказать, что плита или другое оборудование старое, и под угрозой штрафов предложат его поменять. Разумеется, за деньги. Другой способ, хоть и менее изобретательный, но общеизвестный и популярный. В этой схеме чаще всего участвуют два мошенника. Они могут вам сказать, принесите, пожалуйста, воды, или принесите, пожалуйста, я вспотел платок. Ну, сделать все, что угодно, чтобы вы, скажем так, потеряли, если их двое человек, одного из них известно. То есть один вас отвлекает, говорит, вот это надо поменять, вот это надо отремонтировать. Второй в это время, так как вы его не видите, может быстренько полазать в шкафах, в тех местах, где, возможно, могут быть спрятаны денежные средства. Все происходит очень быстро. Хозяин квартиры даже не всегда замечает отсутствие второго человека. А чтобы максимально обезопасить себя, один из злоумышленников будет отвлекать потерпевшего, сколько это возможно. И только потом владельцы жилья замечают пропажу денег и ценных вещей. Способы противодействия простые, напоминают полицейские. Самый основной – не торопиться пускать в свою квартиру незнакомцев. У всех эквитанции, приходящие, да, за, значит, по газовой службе есть, есть, да, ЖЭК вот эта вот эквитанция приходит, позвонить туда, диспетчеру, и спросить. Я такой-то, такой-то, проживает по такому-то адресу. Вы направляли людей для проверки газового оборудования? Если мошенники раскрыты и уже собираются уходить, закрывать на это глаза не стоит. Лучший способ защиты – сообщить обо всем полицию. Задержать подозреваемых проще всего по горячим следам. Айрат Назип Фамирзалюшев, Вызов 112.